Продолжение следует... У нас есть этот клуб Торы. Следующую неделю... Мори Кардоса будет проповедовать или говорить в понедельник вечером, и она будет частью молитвенной группы в час в понедельник. Те, кто хотели бы прийти в этот понедельник... Итак, не забудьте, она будет здесь в понедельник вечером. Итак, по четвергам у нас есть для пошлых людей, то, что мы называем «Время Маны». И у нас также будет съезд здесь. И вся суть всего этого – это, чтобы взять наши школы назад, чтобы наши школы не были прогрессивны и не старались что-то свое продвинуть. Итак, с Новым Годом. Мы не празднуем 1 января. Мы празднуем Роша Шана 1001. Этот календарь начинается в этом году и идет аж до 2026 года. И каждый месяц показывает славу Божью. Итак, Новый Год начался, и он продлевается аж до 2026 года. Итак, напоминание, Йом Кипур. Это в следующую пятницу. И у нас будет два служения. Один в пять, другой в семь. Здесь никого не будет в шаббат. Но для всех тех, кто будет смотреть нас по прямому эфиру, если вы хотите посмотреть это служение в пятницу вечером, вы сможете увидеть по прямому эфиру. Итак, в следующую неделю, 16 октября, в эту срезу, у нас будет на Сушу Коут служения. Два служения в пять и семь вечера. И так, это также будет очень интересно. Но завтра, в воскресенье, Кайм Айсен будет учить последнюю из серии И. И это будет о празднике Сушу Коут или праздник Кущей. И если вы хотите быть там, пожалуйста, дайте нам знать, чтобы мы могли отслать вам ссылку. Йом Кипур. Не будет служения. 12 октября. Итак, я хотел бы упомянуть, я не знаю, кто из вас читал книгу, но многое из того, что происходит сейчас, это вы можете здесь получить на Амазон или приобрести столько за 19.95. И то, о чем я говорил, что будет столько хооса в Соединенных Штатах во время... Северная Корея нападет на Тайваны, и я только что видел, что... Хезбелла даст возможность Китаю овладеть Тайваном. И посмотрите на следующее. Байден и Херрис, они дают израильские планы врагам. Это нехорошо. Кто из вас не был на Рошашане? Я подчеркну некоторые вещи, о которых я говорил. Рошашана, но я добавил некоторые вещи для тех из вас, которые видели. Я хотел бы показать вам следующее. Вы должны понять, что Новый Завет был переведен в 1500 языков. Не думаете ли вы, что мы должны... Как мы знаем, что, может быть, китайские или какие-то другие языки, они настолько близки. Итак, это 1500 разных языков. Новый Завет был переведен в 1500 разных языков. Украинский, Юзбек, и если все эти слова... Знает ли кто-либо? Что значат эти слова? Это все слова... Это, как сказать, имя Иисус на этих других языках. Могут ли они быть спасти, даже если не говорят Иисус, конечно, можно быть спасенным, чем при правильном произношении имя Иисус. Вы можете быть спасены в... Вы можете быть спасены. И все ранее церковные отцы не знали английский, не знали немецкий. Итак, вот есть Библия на английском, но, знаете, есть более 900 разных переводов. Можете ли вы представить? И я чуть-чуть быстрее пройдусь, чем я говорил Танаро Шошана, но то, что я вам сейчас покажу, это все то же самое... Это тот же самый стих, но посмотрите на все... на все эти разные переводы стихи. И Платон тогда сказал он. И он сказал. Он сказал им. И вы заметите сверху, «Он как тот, который выносит из своего сокровища то, что новое и старое». Это смотрится то же самое. Он как тот человек, который выносит из своего сокровища старое и новое. Кто был научен или кто был сделан учеником. Здесь в этом заключается разница в этих двух верхних. То, кто выносит новое и старое, и новое и знакомое. Итак, здесь в этом переводе в одном написано «Каждый учитель Торы, каждый студент, каждый эксперт по легальным вещам, есть учитель закона, есть книжник, есть Дарби, английский стандартный вариант. И вот мы видим все эти переводы. И посмотрите на этот здесь, снизу. Написано. Эти учителя, эти учителя, которые являются экспертами в законе, они получили двойную порцию из старого и нового завета. В то время же не было старого завета. И Божье царство, это как делить магазин. И он вносит то, что нужно, когда вам нужно. И вы видите NIV, новый перевод Короля Якова. Есть еще больше переводов. И это здесь. Марк Билтс, что я вам показал. Есть еще больше. То, что я вам показал. Это только 62 из 900 разных английских переводов. Марк Билтс, все в Библии, а есть 900 разных. Но мы чуть-чуть поменяем. Марк Билтс, фонетический перевод Нового Завета. Кто из вас хочет научиться евриту? Эта Библия сделает легко, чтобы вам выучить еврит, потому что еврит написан фонетически. И я хотел бы показать вам еще, кто на самом деле поменял Библию. Вот Матфея 26, второй стих. У меня есть греческий, дословно переводы, и также английский. Кто из вас слышал о Пасхе? Это Пасха. Итак, мы сейчас посмотрим Диане 12, 4. Здесь это слово Пасха, но теперь они перевели на английском, есть два слова для Пасхи. Итак, есть одно слово, которое является Пасхой, а другое, которое символизирует собой пройти мимо или пройти над. И после Иоанна и Леи уже они меняют. Больше нету пройти мимо или пройти над, а они уже используют слово Пасха. На русском есть только одно слово, на английском есть два разных слова. Кто из вас знает слово Экклезия? И это стало словом церковь. И вы видите здесь в оригинале, на оригинальном греческом Экклезия. Здесь в Диане 7, 38. У нас есть это то же самое слово Экклезия. И это тот, который был в церкви в пустыне. Думаете ли вы, что там была католическая церковь на горе Синай, 1500 лет пришествия Христа? Вот что вы получаете на английском. Давайте посмотрим еще дальше. Есть еще слово Экклезия. Экклезия. Ну, смотрите. И когда он сказал так, он распустил собрание. Это Диане 19. Это где они служат великой богини Диане на протяжении двух часов. Итак, мы можем ставить слово церковь. Итак, мы не будем переводить как церковь, а мы будем правильно переводить теперь как собрание. Кто из вас слышал Септауганти? Он был написан за 200 лет до пришествия Христа. И слово Экклезия везде найдено, но не было церкви. Экклезия не переводится как церковь. Я знаю, это будет шоком для некоторых, но не было церкви в Новом Завете. Это были собрания. Давайте посмотрим еще дальше. Матфея 2 глава. Есть Яков. Вот мы видим на греческом И что значит Яков? Это значит Яков. Итак, это здесь переводится как Яков. Но смотрите, что происходит, когда мы доходим до книги Якова. Как Яков. И на английском есть два слова, которые можно сказать Яков или Яков. И они неправильно переводили эти два имени. Это Якова 2 глава. И если человек приходит в ваше служение с золотым кольцом и с хорошей одеждой, не давайте ему предпочтения над бедным. Итак, это здесь слово синагоги, но мы не можем дать людям знать, что они встречаются в синагоге. Итак, мы переведем это как собрание. Ну, смотрите, что происходит в книге Откровения, 2 глава. Говорится о тех и синагоге сатаны. И это то же самое слово синагоги. Но теперь мы переведем синагоги как синагога, чтобы ассоциировать это с сатаной. То есть, вас верят, что наши средства массовой информации, они имеют свои предпочтения и предвзятости. И то же самое можно сказать и о тех, кто переводили, может. И в зависимости от своей предвзятости люди переводили как хотели. Есть также Новый Завет. Люди хотели, чтобы он был на иврите. Зерков хотела. И Франц Дилетч, он был христианин. Но он был еврей в 1885 году. Он был немецкий лутеранский диалог. Но он взял греческий текст и перевел его на иврит. Вместо того, чтобы идти на иврит. И так, вот что мы знаем о нем. Он был хороший человек. И в переводе Нового Завета на иврит в 1877 году считается стандартом Нового Завета на иврите. И в 10-й идее Арнод Элек также эта версия издания была Арнод Элек ставил дарение то, что Дора сделана человеками. Что-то не было совершенным словом, которое было дано Богом. Моисей. И так, есть Новый Завет. Есть Новый Завет, который был написан человеком, который не верил в непогрешимость Торы, что она была написана Богом самим. И еврит, 8 глава, 9 стих. Вот тот греческий, который Дэлли хотел бы перевести на иврит. Вот английский прямой перевод греческого и он взял ту греческую фразу и использовал слово «бокалти». И вы видите это здесь, там, на иврите. И что значит «бокалти»? Он был ученый. И он говорит, потому что они не продолжали в моем завете и поэтому я проигнорировал их, можно сказать, «калти». Давайте посмотрим в Иеремии 31, что там написано на самом деле. Это еврит, который начинается с «лоу» или «знайте». и мы в конце видим слово на иврите. И я хотел, чтобы вы заметили, здесь написано «бокалти». А это написано «бокалти». Итак, мы находим. Он умышленно знал. Если он знал еврит, он знал Иеремия 31, что написано «бокалти», а он поменял на «бокалти». Есть ошибка на иврите или в этом переводе иврита. И вот, что у нас там написано. Иеремия 31, вы можете увидеть в ваших библиях. Я был их мужем. Не написано, что я проигнорировал их, но «бокалти» значит, что я изверг их, как бы, из рта, или я вырыгал их. И вот, что происходит, когда греческий неправильный и современный еврит неправильный. Я не знаю, почему. Или, может быть, им было все равно. И Дженевая Библия была в 1599 году или в 1560 и она была переведена и Тинделл и Ковардел они перевели сделали этот перевод и я но в американской стандартной Библии считается как самый прямой перевод самый прямой перевод Библии они может быть очень ученые но они неправильно сказали и мне было все равно о них вот как переводится вместо того чтобы сказать я был их мужем греческий неправильный это также говорит нам что больше всего был написан на еврите а потом на греческом и потом современный и современный иврит а также неправильный и так они те кто изменили Библию я хочу взять ответственность за их ошибки я верю если вы видите ошибку вы должны взять ответственность и исправить и то что доктор Бенни Генгиги номер один ученый по ивриту насколько я знаю он и я мы вместе постарались взять ответственность и исправить эти ошибки и вот почему написано небеса должны восстановить кого небо должно принять до того как все будет восстановлено и так историческое понимание мы должны восстановить историческое понимание культурное понимание и я хотел показать вам еще одно в этом году это самая ученая прямую переведена Библия мы восстанавливаем язык мы вы должны понять что это только на интернете и вы видите это Марк Белтс финишеский новый замет и Джелл я думаю она готова она покажет вам я хотел чтобы вы заметили начнем с Матфея начнем с Матфея первой главы я хотел показать и 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 что вы сможете сделать на одной странице все страницы все книги Библии можете нажать на Матфея Евангелия Матфея и потом есть все главы видите и потом нажмите на первую главу и теперь есть Матфея первая глава есть иврит потом у вас есть фонетический иврит чтобы вы могли научиться как говорить на иврите есть все и мы поменяли и есть слоги и здесь мы поменяли Иисуса Христа поменяли слово на Иисуса Мессия и потом И вы заметите что словом поколения на иврите это толдот это не просто история но это все то что происходило на протяжении этих времен и перед тем как ты можешь остановить несколькими путями это красная кнопка остановить аудио нажмите на следующую страничку и вы можете увидеть все изменения в именах и нажмите стрелочку 5 и опять Мириам вместо Мария Ишуах которого зовут Мессия теперь вы можете распечатать эту страницу филетовым если вы видите кверху эта кнопка давайте попробуем Откровение и здесь вы также видите у нас есть запись в каждой главе Нового Завета я даю короткое учение и здесь опять О Канан Бог Милостив нажми пожалуйста на синюю стрелочку снизу и так опять это больше не Альфа не Омега а Алиф и Тав и здесь написано во всех английских переводах говорится что Бог всемогущий но не Бог всемогущий слово это Господь Саваоф или Господь Армии и так хотел чтобы вы увидели насколько все легко можно найти и это можно даже на ваших телефонах о планшетах ноутбуках компьютерах это открыть и вы можете легко найти то что вы хотите дойти вы хотите выучить вы хотите выучить еврит вы сможете сделать это используя этот перевод так же и так сказав это давайте встанем давайте мы будем проставлять наш отец наш царь мы благодарим тебя что мы можем прийти и проставлять тебя всем сердцем душою всею силой всем разумением мы хотим преподить все это время тебе и мы молимся чтобы каждый из нас имел уши слышать глаза видеть и сердца понимать то что ты говоришь нам в эти дни во имя Иешуа Аминь 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 давайте мы похлопаем для Господа спасибо Господи Аминь и вы можете пересесть и так знает ли кто-либо отрывок Торы он написан именно здесь Хаазину и что это значит слушай или дай преклони слышание свое или ухо свое и что происходит в этом отрывке Торы Бог учит или он повелевает Моисею чтобы он научил их песни и многие евреи знают всю Тору на память то как они делают это они ставят это к музыке и не с первого по десятый класс они поют писание и поэтому не тяжело запомнить когда вы поете и вот почему Бог знал это и вот почему он хотел чтобы Моисей научил их этому в форме песни и так отрывок Торы начинается с 32 главы первого стиха но мы начнем с последнего стиха отрывка Торы прошлой недели и изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца и вот что вы должны понять книга Откровения это последняя книга в Новом Завете это в последних временах книга Второзакония это о последних временах также и последние главы включая Песнь Моисей это последний книг вот почему в Откровении поется Песнь Моисея и знаете что это та песня о которой они говорят в Откровении и вы увидите некоторые параллели и так давайте мы начнем Второзакония 32 глава 1 стих то что удивительно он говорит небесам чтобы они преклонили ухо внимай небо я буду говорить и слушай земля слова слова у твоих и здесь Бог говорит небеса послушайте земля послушай если вы помните Господь сказал при устах двух или трех свидетелей это будет все установлено и небо и земля это его свидетели к тому что он будет говорить или провозглашать здесь и что он будет провозглашать и мы сейчас время Роша Шана до Йон Кипур что как еще называются эти дни это дни а это и включает это включает переживание Иакова но учится каждый год Роша Шана небесный небесное как бы можно сказать засетание суда открыто и написано что небесное суд он анализирует каждого человека здесь на земле на протяжении десяти дней и он решит кто умрет в следующем этом году кто будет еще жить в этом следующем году и на протяжении этих десяти дней все говорят может ты записан или да будешь ты записан в книге жизни потому что мы хотим прожить еще один год и так здесь каждый год в это время мы читаем о суде на небе в то время когда суд в сессии и Бог призывает небесных свидетелей и он хочет чтобы небо и земля они были свидетелями его верности особенно по отношению Израиля и посмотрим третий по четвертый стиль здесь написано имя Господа прославляю воздайте славу Богу нашему мы должны воздать славу и написано он твердыня не Петр он твердыня совершенные дела его и все пути его праведны Бог верен и нет неправды в нем он праведен и истинен праведен и истинен почему это важно говорить это если вы помните что Израиль говорил когда они вышли из когда они были в пустыне они сказали ты вывел нас чтобы убить и они говорят что Бог он просто привел нас сюда чтобы уничтожить нас но здесь говорится это не так и так есть эта картинка или фотография здесь и я хотел чтобы вы запомнили эти слова потому что вы будете видеть мы должны понять что Бог он является камень он твердыня мы должны говорить что Бог велик совершен что его дела праведны и он праведен нет неправды в нем и он истинен кто будет стоять перед Богом и говорить вот почему я не служил тебе и не служил тебе это и Откровение 15 3 по 4 и поют песни Моисея и мы сейчас изучаем письма Моисея в Тарзаконе 32 главе Раба Божия и Песня Отца говоря великие и чудные дела Твои Господи Божий Вседержитель праведные и истинные пути Твои Царь Святых кто не убоится Тебя Господи и не прославит имени Твоего ибо Ты Един Свят все народы придут и поклонятся перед Тобою ибо открылись суды Твои видите ли вы все параллели между Второзаконием и здесь в Откровении и что еще в Откровении написано кто имеет ухо да слышит и это именно как как Песня Моисея начинается с этих слов или приблизительно таких и большинство христиан не понимает что Откровение Откровение относится к Второзаконию 32 главе посмотрим на Псалом 19 1 по 4 стих небеса проповедуют славу Божию и так вот что интересно написано слушай о небеса и слушай земля знаете ли вы что у небес и земли есть уши чтобы слышать вот что здесь именно говорится кто из вас знает что проходит эти звуковые волны звуковые волны проходят а мы даже не знаем о них они даже ищут звуковые волны звезд и о делах руки во вещает и твердь день дню передает речь и ночь ночи открывает знания нет языка и нет наречия где не слышался бы голос их по всей земле проходит звук их и до предела вселенной слова их и так небеса провозглашают господа они говорят и то что хорошо о небесных небесных знамениях это никакой же пророк не может извратить затмение солнца или сделать что-либо потому что затмение говорит каждому каждому народу каждому языку каждому племени и каждый понимает что бог старается проговорить к нам и псалом 148 3 по 5 стих где написано хвалите его солнце и луна хвалите его все звезды света как может солнце и луна проставлять или хвалите бога все звезды света хвалите его небеса небес и воды которые превыше небес так валят имя господа ибо он повелел и сотворилось так мне нравится раскапывать как бы сказать хвалите его небеса хвалите его итак здесь говорится небеса значит есть больше чем одно небо я просто павел он был до какого неба до третьего неба а есть семь есть семь небес есть семь разных и словно иврите которые объясняют каждый уровень неба и у меня есть там на бумажке там там снизу где вы можете нам нам придется еще раз печатать чуть-чуть этих бумажек посмотрим откровение 5 11 по 13 и здесь мы видим мы посмотрим в нашей книге откровения и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их было тьмы тем и тысячи тысяч которые говорили громким голосом знаете ли вы что это цитирует книгу Данила то же самое итак когда вы читаете книгу Данила вы должны понять что он говорит именно об этом времени что они говорят достоин агнец заклад и перенят силу и богатство и перемудрость и крепость и честь и славу и благословение и вот что просто невероятно и всякое создание знаете ли вы что были создания на небе и всякое создание и находящееся на небе и на земле и под землей и на море и все что в них слышал я говорила сидящему на престоле и анцу благословения и честь и слава и держава во веки веков можете ли вы представить киты акулы говорят это разные рыбы говорят они провозглашают Божью хвалу и то что удивительно это это происходит на Рошашана когда вы поймете эти праздники вы читаете стихи и вы понимаете что это произойдет в какой-то год на Рошашана вот где Бог садится на трон где он сидит на троне и все проставляют его вы можете понимать времена библейских событий когда вы понимаете когда вы понимаете эти образцы если можно сказать я хотел бы чтобы я хотел бы чтобы когда я был бы на небе чтобы Бог показал мне все что происходит или происходило у нас будет все время которое нам надо будет чтобы увидеть все то что происходило здесь на земле я думаю поколение исхода это будет самое верующее поколение всех но верить это не значит осознать его существование это значит полагаться на него или надеяться на него и вопрос окружается в том доверяете ли вы ему они не его дети род стропсивый и развращенный но они не дети его по своим порокам кто из вас знает как родители вы говорите этот ребенок не мой это твой ребенок а когда он хороший то тогда мой ребенок и другое поколение посреди которого я хотел бы жить видеть это когда Иешуа был на земле и он делает все эти чудеса но что он говорит в Матфея 17.17 его поколение также было безверным и развращенным поколением и так чудеса не производят веру многие люди приходят но я хотел бы чтобы Бог показал чудо моему другу чтобы он поверил никто не верит из-за чудес они не верят они не верят вы можете видеть здесь и некий человек пришел ко мне и говорили я хотел бы чтобы кто-то сделал чудо для одного из моих родственников который не верит антихрист будет делать все разные чудеса или различные чудеса и люди будут верить ему второе законе 32.6 это удивительно сиэли воздаёте вы юрхей вархей как это отличается от элохим элохим это Бог как судья творец тот начальник а юрхей вархей это милостивый и сиэли вы но я хотел бы мне что указать то что вы не увидите на английском когда говорится так ли вы поступаете с Господом вот оно на иврите мы видим как написано и вы видите ламед Господь к Господу вы будете так поступать с ним но это большая буква хей которая настолько больше чем все остальные буквы хей видите ли вы и учителя думают почему это большая буква хей я хотел бы показать вам в бытие 24 2 глава 4 стих вот присуждение неба и земли при сотворении их в то время когда Господь Бог создал землю и небо я вам покажу здесь в бытие 2.4 где написано когда были сотворены или при сотворении это слово баха барим и посмотрим на это этот хей нормальный 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 но посмотрите на букву хей есть она еще одна буква хей она очень маленькая она сжатая и так в бытие у нас есть маленькая буква хей в начале и в самом конце второзакония у нас есть большая буква хей и буква хей значит чтобы увидеть или раскрыть и и есть две буквы хей имени Бочем и буква хей одна из хей была дана Саре другая хей была дана Авраму и это говорится о том что Бог напрямую благословил их но это также говорится о Бочей славе и так уменьшенная буква хей в бытие это когда сатана восстал и было это падение и в конце второзакония она большая потому что слава вновь возвратится и это будет больше чем когда-либо ранее посмотрим салом восемьдесят девятый двадцать шестой по двадцать девятый стих и что написано он будет звать меня ты отец мой бог мой и твердыня спасения моего и я сделаю его первенцем перевыше царей земли вовек сохраню ему милость мою и завет мой с ним будет верен и продолжу вовек семя его и престол его как дни неба и это говорится о доведении как миссия написано и продолжу вовек семя его и престол его как дни неба если вы думаете как Амалик думала в двадцать салмах они хотели уничтожить народ израильский вот почему их имя не воспомянуто имя Амалик но Бог говорит я буду наблюдать за тем чтобы еврей израильский оставался сыном и написано если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим если нарушить уставы мои и повеления моих не сохранят посещу посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей не нарушу завета моего и не переменю того что вышло из уст моих однажды я поклялся святостью моею солгу ли Давиду если Бог поднял свою руку и он клянется или дает обещание своей святостью то это случится и написано семя его пребудет вечно и престол его как солнце предо мною что это значит что солнце и луна они свидетели большему завету к народу еврейскому и сарайскому каждый раз когда вы видите солнце и луна вы должны говорить я не верю не верю в теологию замены итак возвращаясь к второзаконию 32 10 он нашел его в пустыне в степи печальной и дикой ограждал его смотрел за ним хранил его как зеницу ока своего зеница вашего ока это именно сама средина вашего вашего глаза или зрачок вашего глаза и вот почему еврейский когда ты голоден ты всегда говоришь Богу помоги но когда ты наелся тогда ты не нужна себе Богу и это проблема когда мы становимся успешными мы забываем о Боге и вот почему Бог переносит плохие времена потому что только в плохие времена есть это побуждение вот почему народ израильские молиться после еды и так и уточнел Израиль и стал упрям уточнел отползел и разжирел и оставил он Бога создавшего его и призрел твердое не спасение своего богами чуждыми они раздражали его и мерзостями разневали его приносили жертвы бесам а не Богу богам которых они не знали и можете ли вы поверить что они думают что они здесь и религиозные и приносят жертвы но это дьяволам а не Богу новым которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши а заступника родившего тебя ты забыл и не помнил Бога создавшего тебя когда я думаю о 8 миллиардах людей на этой планете которые просто заняты бегают делают все какая соответственность или из них они просто думают о Боге хотя бы один раз в день очень маленькая часть очень многая часть но мы должны понять что мы не пришли от обезьян назвали ли вас дядей обезьяны и так Исайя 1 2 по 3 слушайте небеса и внимай земля потому что Господь говорит я воспитал и возвысил сыновей а они возмутились против меня вол знает править владетеля своего и осел если господина своего Израиль не знает меня народ мой не разумеет Бог более разочарован своими детьми или чем с язычниками часто мы хотим чтобы не верующие повиновались Богу а Бог говорит я хотел бы чтобы хотя бы церковь повиновалась мне Захария 7 11 по 13 но они не хотели внимать он говорит по отношению своего народа не хотели внимать отвратились от меня и уши свои отяготились чтобы не слышать и что они не хотели слышать как и церковь сегодня и сердце свое окаменили чтобы не слышать закона и слов которые посылал Господь Савов Духом Своим через прежних пророков и так Дух и Закон не идут рука в руку зато и по стих их великих гнев Господа Савов и было как Он взывал они не слушали так и они взывали а я не слушал говорит Господь Савов смотрим Иеремия 6 16 по 19 так говорит Господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних где будь добрый и идите по нему и найдете покой душам вашим это Матфея 11 29 оно именно исходит из этого возьмите Иеремия на себя и научитесь от меня и вы найдете покой душам вашим именно то местописание оно как бы основано и на этом но они сказали не пойдем и поставил я страж над вами сказав слушайте звуки трубы но они сказали не будем слушать и так слушайте народы и знай собрание что с ними будет слушай земля вот я переведу на народ сей пагубу плод помыслов их ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли они слов моих не слушали и закон мой отвергли и дальше что происходит в 2 законе 32 20 по 21 и сказал сокрой лице мое от них бог закрывает свое лице от них кто из вас хотел бы чтобы с вами это случилось это очень страшно ибо они род развращенные дети в которых нет верности хотя они видели все чудеса и потом дальше бог говорит они раздражали меня не богом суетными своими огорчили меня и я раздражу их не народом народом босмисленным огорчу их и так вместо того чтобы служить живому богу они служили никакому богу он говорит знаете я переведу их к раздражению или к зависти и раздражу их не народом и знаете ли вы что римлянам 10 19 по 20 это цитирует отсюда еще спрашиваю разве Израиль не знал но первый Моисей говорит я возбужу вас ревность не народом раздражу вас народом несмысленным а Исаия смело говорит и это говорится о язычниках проблема в том что бог говорит что язычники должны привести вас к зависти но мы только привели их к раздражению как вы думаете может ли кто-либо здесь сказать как бы вы привели народ израильский к зависти и вы хотите приобрести народ израильский евреи первого как вы можете сделать евреев завистливыми именно так любите тору исполняйте шаббат исполняйте праздники думаете ли вы что евреи завидуют вам что вы празднуете празднуете рождество и пасху и я дам вам хороший пример которому я научился когда мне было 4 годика у меня есть был новый велосипед с тремя колесами и я по нему езжу и потом этот велосипед и со временем я выкинул этот велосипед ну так произошло потому что это было 70 лет тому назад у нас вместо у нас были эти бочки где сожигали и мусорник человек который забирал мусор у него был он жил 5 5 домов от нас и он берет мою велосипеду и исправляет и исправляет и дает своему ребенку и теперь его ребенок ездит на моем велосипеде я говорю нет отдай мне это мое нет ты выкинул он говорит мне и я завидовал и внезапно мы начинаем брать то что евреи отложили в сторону и мы любим и мы почитаем это и вдруг у них зависть они не становятся завистливыми наших праздников если мы на самом деле хотим выиграть евреев мы должны понять как они понимают и я не могу вам сказать сколько раз я иду на еврейские праздники с другими верующими и они никогда не видели это они никогда не видели как верующие которые хотят исполнять праздники и ортодоксальные евреи настолько изоливлены они думают что каждый из нас католики я не шучу они живут в своем мире и вдруг все эти народы которые говорят которые насколько любят их и хотят идти в Иерусалим и любят Тору это приводит их к зависти вот почему на протяжении последних 24 лет с того времени как я начал это на Роша Шана у меня есть хорошее отношение с ортодоксальными евреями у нас хорошее отношение они знают во что я верю они знают во что я верю во что я знаю во что они верят кто из вас имел разногласия с вашим супругом это не то что вы хотите убить их может мы должны научиться мы должны учиться соглашаться или не соглашаться без распри и римлянам 11 11 по 12 и так спрашиваю неужели если же падение их богатства миру и осуждение их богатства языком то тем более полнота их опердить и это самое тяжелое может быть для верующих и римлян 16 19 это писано господи сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби к тебе придут народы откроя в землю и скажут только ложь наследовали наши отцы когда вы считаете то что ранее церковные отцы говорили о еврейском народе это просто ужасно кто из вас читал Мартина Лютера его взгляд на евреях что никогда не читал взгляды Мартина Лютера я может быть до сегодняшнего дня это на интернете вы можете увидеть что Мартин Лютер его взгляд это было убейте всех их сожрите их синагоги их просто уничтожьте все что они имеют но возьмите все их имущество поставьте введите в интернет и поищите то что он писал против евреев второе циканье 32 26 27 я сказал бы рассею их и излажу их из среды людей память о них но отложил это ради озлобления врагов чтобы враги его не возомнили и не сказали наша рука высока и не Господь сделал все если бы они рассудили подумали всем уразумели что с ними будет и мы заканчиваем здесь второе законе 32 мы видим опять и опять Бог Бог является их камнем их основанием второе законе 32 41 по 42 стих Бог говорит когда изострю сверкающий меч мой и рука моя примет суд то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам ты ненавидишь меня но я тебя воздам зато пою стрелы моей кровью и медь мой насытится плотью кровью убитых и пленных головами начальников врага в наши дни сейчас начало я верую отомщение Божьего откровение 19 15 из уст его исходит острый меч чтобы им поражать народы он пасет их жезлом железным и топчет и точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя и гнева откровения она связана второзаконием 32 главе второзаконием 32 главой и 43 стих он говорит им говорит народам повелевает народам чтобы они веселились с его народом чтобы они радовались и что о чем вы вспоминаете все вы ученые Библии когда он говорит веселитесь язычники с народом его алжидаи все календаре когда Бог повелевает Израиль ликовать это праздник кущей это говорит нам когда это произойдет это произойдет в праздник кущей потому что праздник кущей это единственное время когда Бог сказал не причитайте не ропщите на протяжении целой недели я хотел чтобы вы просто радовались и имели праздники и имели это наслаждение эту неделю если вы помните Захарии 14 все народы должны прийти в Иерусалим для праздника кущей если не придут то они не получат дождя и у них будет казнь и если вы понимаете все это то вы понимаете что он говорит здесь о празднике кущей он говорит и он говорит о том о том отомщении крови своих отомщении крови своих рабов воздаст отомщение врагам своими и очистить землю свою и народ свой откровение 19 2 ибо истинной праведной суды его потому что он осудил ту великую любодейцу которая раслила землю любодейством своими и взыскал кровь рабов своих от руки ее когда вы соедините все эти точки вы поймете что это говорится второзаконие 32 и это коврит о празднике кущей и римлянам 15 8 по 12 стих павел коврит разумеет то что иисус христос сделался служителем для обрезанных ради истины божьей чтобы исполнить обещанное отца а для язычников из милости чтобы славили бога как написано зато буду славить тебя господи между язычниками и буду петь имени твоему и еще сказано веселитесь язычники с народом его и еще хвалите господа все язычники и проставляйте его все народы и так он цитирует второе законе 32 в книге откровений исаи также говорит будет корень иисея и восстанет владеть народами на него язычники надеяться будут то есть вас знает иисея это из какого колена из колена иуды и говорится на еврейском народе есть единственный народ во всей истории который есть единственный народ можете ли вы о любом еврею о еврею на которого полагаются язычки больше чем на иисуса нет это говорится об иисусе что на него будут надеяться когда вы читаете новый завет вы поймете лучше когда вы будете именно связывать эти места писания с старым заветом и в этой новой фонетической библии я связываю все эти места писания и второе законе 34 10 по 12 и не было более у израиля пророка такого как моисей которого господь знал лицем к лицу по всем знамениям и чудесам которые послал его господь сделать в земле египетской над фороном и над всеми рабами его и над всей землей его и его и по руке сильной и по великим чудесам которые моисей совершал перед глазами всего царь наш отец мы благодарим тебя за всех тех кто здесь по местной и по всех соединенных штатах и со всего мира которые хотят быть светом торы для всех народов отец мы хотим не хотим просто быть лампочка на 60 ватт она все 6000 ватт и мы благодарим тебя за всех тех кто видит важность того что ты говоришь когда ты говоришь ты хочешь почтить тору с детью великой вновь и мы благодарим тебя со всеми пожертвования которые приходят по местной и через интернет бласови их подкрепи их во имя ишу аминь все вместе бласови ты господь наш бог создатель и царь вселенной ты бласови нас твоей правды ты бласови нас твоим полным советом твоего живого слова силы и духа твоего святого через завершенную работу мессии ишуа ты един насадил посреди нас жизнь вечную бласови ты господь наш бог аминь идите на перерыв и для тех кто здесь первый раз кто-то покажите им где перемен будет господи мы благодарим тебя за все то что ты делаешь каждой из нашей жизни мы овцы поспяща твоего и отец мы хотим хотим в это время преподнести всех наших любимых которых мы знаем которые знают какие-либо болезни недуги ушибы даже те кто имеет эмоциональные или психологические ситуации мы хотим преподнести их тебе ты великий пастух ты великий я есм ты его варафа и мы приходим к тебе сейчас и мы веряем их жизнь твои руки просим о полном исцелении души духа тела отец также мы хотим преподнести всех тех кто имеет финансовые проблемы в это время мы просим чтобы ты открыл окна небесные и просто покрыл их их и излил свои финны финансы в которых они нуждаются может быть это в еде за столом или в машине или в доме и отец если ты хочешь использовать нас помоги нам используй нас чтобы встретить их нужды и отец мы также хотим преподнести наш народ мы не хотим быть этим народом который является козлом мы хотим быть тем народом который является овцой или овном отец мы будем верить в пробуждение в пробуждение в перемену которая будет происходить в наших странах мы хотим также помолиться о народе Израиля в это время отец они на войне со своими врагами мы просим чтобы ты поставил твою охрану защиту над ними и чтобы ты дал им победу как они нуждаются во имя Иешуи аминь вы можете присесть итак мы мы закончим песни песней сегодня я хотел бы закончить книгу песни песней и вся эта книга это о возвращении к Богу как нашему царю и не желая человеческого царя мне все равно какой человеческий президент с какой партией они все просто ничтожны в сравнении с Богом Солмон должен был быть самым лучшим царем который когда-либо мог бы быть но из-за него вся страна была разделена и развалилась и распалась и он не должен считаться героем он должен считаться как прообразом антихриста итак вот мы оканчиваем последнюю часть идеи пятой главой и здесь мы видим те нескольких последних несколько раз когда он посещал ее он говорил к ней он говорил вставай вставай она говорит ему чтобы он пошел ну прогулялся и это весенние праздники а мы также видим уже осенние праздники и вместо того чтобы звать ее он стучит в дверь говорит ей чтобы она открыла но она хочет быть в постели и спать она не хочет работать на жатве а что теперь происходит она наконец-то созрела и она не в отношении ради себя но потому что она любит его и теперь она работает на жатве и этот раз когда она засыпает это потому что она работала настолько прилежно не просто потому что она ленивая и это все начинается мы уже говорили о Диане пятой главе и мы окончим это сегодня и здесь здесь подстук он говорит и он говорит о как прекрасны ноги твои у тебя просто самые прекрасные ноги они может быть одиннадцатый размер но он комментирует о том насколько прекрасны ноги ее я думаю то что интересно это когда вы смотрите на Исайя 52 глава 7 по 8 стих как прекрасны на горах ноги благовестника возвещающего мир знаете ли кто-либо это слово на facile возвещающего мир это басора и басора значит добрая весть это евангелие и так говорится как прекрасны на горах ноги благовестника приносящего евангелия благовествующего радость проповедующего о спасении, говорящего о Сиону, «Воцарился Бог твой». И если вы помните, в «Песне» песни, те стражи, они избивают ее, и сторожи, они теперь поднимут свой голос, голос стражей твоих. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. И то, что я вижу здесь, когда они увидят глаз в глазу, или они увидят друг друга глазами своими, это значит, что они в соглашении. Итак, Писание говорится в Новом Завете к верующим. Мы только видим отчасти, мы только знаем отчасти. Не так ли? И это мы, как христиане, мы можем видеть через стекло, но как бы все размыто. И в Римлянам 11 главе написано, что евреи также видят через стекло, но все как бы размыто. Они отчасти ослепли, и евреи ослепли на один глаз, христиане на другой глаз ослепли. И те, кто первые будут смирять себя, и будут смотреть через другую лензу или перспективу, они будут увидеть, они увидят полную картину. То есть, вас знают, что у женщин есть другие перспективы, чем у мужчин. Но это не значит, что вы должны убить их. Или хотеть убить их. Иногда-то. Давайте посмотрим, что происходит. Пастух говорит к ней, помните, в другую неделю, когда я показывал вам то, как она выглядит с той шеей, как башня, и он говорит, «Живот твой, круглая чаша, в которой не сточается ароматное вино, чрево твое, ворох пшеницы, обставленный лилиями, два соса твои, как два козленка, двой несерный, шея твоя, как столб из слоновой кости, глаза твои озерки есевонские, что ворот ботарабами, нос твой, башня ливанская, какой бы женщине понравилось бы это, такие комментарии, нос твой, башня ливанская, что вы думаете, что значит иметь нос, как башню ливанскую, что это значит? Это смотреть к Дамаску. Комплимент ли это? Вот что это значит, иметь нос, как башня в Левит. Говорится о священниках, у которых есть недостатки. Они не могут делать работу у священника, пока они не исцелены. И сломленная рука, если сломленная нога, это недостаток, и один, есть один из недостатков, если у них плоский нос. И здесь, итог, недостаток, это плоский нос, а у невесты нос, как башня ливанская. Это что значит? Это значит, я вам скажу, кто из вас слышал термин? Я чувствую запах крысы. Запах. Нос твой, как башня, это значит, у него есть хорошее распознание, или она может хорошо различать. Иове написано, и продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, жив Бог, лишивший меня суда и вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне, и Дух Божий в ноздрях моих, и Дух Божий, он разделяет между тем, что хорошо, и между тем, что зло. Евреям 5, глава 12, по 14 стих, ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Кто из вас знает, вы не даете мясо детям без зуб. Итак, слово это молоко, слово, оно хорошо, но нужно подрасти всякий питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам, приучены к различению добра и зла. Итак, невеста имеет нос как башню, потому что она различает, когда идет враг из Дамаска, и 7 октября это женщины и солдаты жаловались, что солдаты вламываются, а мужчины, которые были в главных или в больших постах, они не верили им. И женщина как великий воин, и Адам, он, кто из вас знает, что мужчины, они сосредоточились на своей работе, Адам, он следил за садом, и женщины должны были были теми, кто наглядает, когда идет враг, и говорят, о враг и идет, иди, защищай, и в одни нееме, они строят стену, они работали с лопатой на руке и с мечом в другой, или оружием в другой руке, но нужны были люди, которые наблюдали бы. И это роль женщин, чтобы она смотрела и помогала ему. И кто из вас знает, что женщины могут различать некоторые вещи, которые мужчины не могут различать? Это просто свойственно им, так? Итак, пастух продолжает. В письме с ней седьмой главой пятой по восьмой по восьмой стих. Голова твоя на тебя как кормил, и волосы на голове твои как бур царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна. И то, что интересно, царь здесь, это Соломон. Соломон. Соломон как будто в темнице. Он... Видите ли вы, что царь, это говорится о Соломоне, он как бы содержится как бы в темнице. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградной кисти. Подумал я, влез бы я на пальму. Итак, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих как от яблоков. Почему здесь говорится запах от ноздрей твоих как от яблоков? Потому что невеста сравнена с яблочным деревом. Песня 2, глава, 3 стих, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Писание написано «Вкусите, увидите, что Господь добр, и мы должны переносить плод, плоды Духа». Если вы заметите, она под деревом, и теперь сон ментянка, она отвечает «Уста твои как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Она говорит о воскресении из мертвых. И написано «Услаждает уста утомленных». Это когда Мессия воскрешает нас из мертвых, Он как бы целует вас на лоб, и вдруг вот вы встаете из мертвых, и вы можете говорить. Итак, они слышат Его голос, и потом они встают и своими устами, они поют Ему хвалу, и вот что интересно, что что значит «Ладоли, ладоли, я моего возлюбленного и мой возлюбленный мой». Мой возлюбленный мой, а я его. Итак, он принадлежит мне сперва, а потом я ему. Это как начинается эта песня. А потом, когда она созревает уже, я моего возлюбленного и он мой. И потом опять меняется, я моего возлюбленного и его и моего желания по отношению мне. Посмотрите, 7 глава, 10 стих, «Я принадлежу другу моему и ко мне обращено желание его». Итак, вы видите зрелость невесты, и потом она говорит, вот настолько удивительно, она никогда не хотела покидать дом, она не хотела работать на поле, она не хотела работать в полях, но теперь, что мы находим? Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в винограднике, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я кажу, ласки мои тебе. и то, что удивительно об этом, она хочет увидеть, если виноградная лоза распустилась и раскрылись почки. Помните в начале истории, он говорит ей, вставай, зима прошла, и он говорит ей дальше, что раскрылись почки и лисицы, они уничтожают лозу, и это значит, лжа пророки, они уничтожают Израиль, потому что лоза являлись Израилем, висай 5. Но она говорит, и ты иди в проходку, иди справляйся с этими лисами. Но теперь она хочет встать рано, и она говорит, я дам тебе ласки мои, потому что если ты любишь его, ты будешь повиноваться ему. Она не может говорить, что она любит его, но не исполняет то, что он говорит ей, но теперь она делает то, что он говорит ей. И мандрагоры же опустили благовоние и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Итак, если вы помните Матфея, когда мы читали новые и старые, и это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Итак, она встала рано, и Матфея 13, 52, давайте посмотрим, что написано. Еще один способ увидеть это, он же сказал им, Иисус говорил, «Поэтому всякий книжник наученный Царству Небесному подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И я верю, что это значит в каком-то смысле новое свежее понимание Царства Небесного приходит, так же, как и древнее понимание. И давайте посмотрим 8 глава 1 по 3 стих. Она говорит, «Если вы помните, Бог, мы овцы, мы рыбы, мы снопы, и здесь Он говорит, моя невеста, моя сестра, есть разные отношения». И здесь Она говорит ему, «Если был бы ты мне брат, и так, она хочет быть настолько близкой, сосавшей груди матери моей, тогда я встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы, повела бы я тебя, перевела бы тебя до матери моей, ты учил бы меня, а я поела бы, и в притче написано, слушай наставление матери твоей, и это будет украшением на твоей шее, ты учил бы меня, и я поела бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих, левая рука его у меня под головою, и правая обнимает меня, и так, кто лежит, она ложится, и что мы находим, она опять засыпает, работа и она встала рано, но этот раз из-за всей той трудной работы, потому что встала рано, и теперь апостол говорит дочерям или челям иерусалимским, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно, это неправильно, мы скорректируем это, в старой заветной библии, которую мы переделаем, где написано другое, что он записывает, или шестая, шестой сценарий, восьмая глава, пятый стих, по восьмой главой, четырнадцатым стихом, и так, теперь мы видим, она встревожена других, и у нее есть уши, что вы слышите, я не знаю, если вы знаете, но это песня, песня песней, это песня, как и песня Моисеева, и так, теперь мы видим, что она имеет общение с пастухом, и черри иерусалимские, если вы помните, несколько недель тому назад, черри иерусалимские, они думали, кто-то приходит из пустыни, кто приходил из пустыни, это был Соломон, со своей постелью, который идял и шел за черри, черри миссионскими, посреди, и все солдаты боялись ночи, но теперь, давайте посмотрим, заклинаю, кто-то восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного, подъем, если вы помните Осия, он связывает с песнями песней, что мы видим, второй главой, 14 стихом, посему вот, я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, и долину охор, если вы помните книги, числа, и это бомид бар, что значит в пустыне, кто из вас знает, вы не можете увидеть звезды из-за загрязнения света, потому что все фонари ночные, они мешают нам видеть, и так, мы должны уйти, если мы тем увидеть или услышать от Бога, и так, пустыня это место смерти, это место дикие животные, но это также место убежища, и что мы видим здесь, и написано посему, вот я увлеку ее, и приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, и долину охор, в преддверии надежды, и заметьте, написано, что я дам оттуда виноградники ее, она не получит виноградников Соломоновых, у нее будут свои виноградники, и это одно, чтобы нужно ареновать землю, а другое и быть владельцем земли, и смотрите, как дальше здесь все идет, и так, пастух, он говорит к Соломитке, и где она была, она была под яблоней, а теперь что написано, 8 глава, 5 стихом, под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя, не столько много здесь, кто была ее мать, и кто был ее отец, Иерусалим, перед тем, как он был Иерусалимом, был Джейбуз, и Евусей там жили, и когда говорится о том, что она родилась, он говорит о том, он говорит о Пасхе, и они входят в пустыню, и посмотрим, я не знаю, кто из вас или сколько из вас знают, и вы не должны говорить, что это вы, но кто знает, людей, которые имели очень трудное время, как младенец, или очень скорбные, например, кто из вас хотел бы узнать, что ваша мать хотела вас абортировать, или сделал с вами аборт, или есть истории, когда люди находят новорожденных младенцев в мусорницах, послушайте, как Иерусалим был рожден, перед тем, как это был Иерусалим. Иезекииль, 16 глава, 4 по 8 стих написано, «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была мыта для очищения, и солью не была осолена, и перед нами не повитое. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы измелся к тебе, сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего». И кто из вас хотел бы, чтобы ваши родители сказали, «Мы оба настолько ненавидели тебя, когда ты родился?» «О, спасибо, мама». «Почему выдумываете у этих детей столько много проблем?» «И пройдет мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе, «В кровях твоих живи». «В кровях твоих живи». Так, я сказал тебе, «В кровях твоих живи». «Умножил тебя как полевое растение, ты выросла и стала большая и достигла превосходной красоты. Поднялись груди и волоса у тебя выросли, но ты была нагая и не покрыта, и проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твоё, время любви». То есть, она уже взросла, и он «Простёр я, и просёр я, восклили рис моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе и вступил в союз с тобою», говорит Господь Бог, «И ты стала моею». И то, что удивительно, что слово наиврите для жизни это «хай». И «хай», и «юд», и «хай». Бог говорит, «Израиль, живи». И теперь, пастух, потому что она зрела, он даёт ей вызов или призывает её к действию. Все знаем, и это будет написано на косяках дверей ваших и на вратах ваших, и написано, «Положи мне, как печать на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность, стрела её, стрела огненная, она пламени, весьма сильный». Можете ли вы представить себе, любовь, она должна быть искренна, она должна быть живой, но большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её. Если бы кто давал всё богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с перезрением. И что мы видим? Бог является поглощающим огнём, и Бог очень... Бог является Бог-ревнитель. Итак, как Сулминтянка отвечает? Заметьте, она уже не поглощена собой, она теперь поглощена другими. Она говорит, «Это всегда мы». А она говорит, «Мы, им есть у нас сестра, которая ещё малая, и сусов нет у неё. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за неё?» Итак, она говорит, она ещё не того возраста, где может выйти замуж, но она не планирует о том, что или думает, что они будут делать с ней, что они могут делать, чтобы приготовить. И Сулминтянка теперь, она достаточно зрела и обеспечила, что может думать о других. И помните, в письме песни, она была очень колеблемая. Она не знала, быть ли мне царём, или следовать за пастухом, но знаете ли, это следующая картинка здесь, пастух отвечает, «Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы её кедровыми досками». Если она была бы стеной, пусть Библия сама себя интерпретирует. Первое царство, 25 глава, 15 по 16 стих. Эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во всё время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою. Они были для нас оградою и днём, и ночью, во всё время, как мы пасли стада вблизи их. И так, иными словами, они были стеною защиты. И теперь она говорит, что она защита, как раньше, она была просто эта калибрящаяся дверь, которая просто открывалась и закрывалась, и теперь она стена, как в 1 Коринфянам 15.58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не течен перед Господом». Итак, теперь, как Соломонитянка отвечает, 8 глава, 12 стих. «Виноградник был у Соломона в Алгамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его тысячу серебряников, а мой виноградник у меня при себе». «А мой виноградник у меня при себе». «При себе». «Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести стерегущим плоды его». «Ну, знаете ли, она говорит...» «Она говорит, да дальше. У меня есть мой виноградник». И здесь мы видим, царь Соломон опять оказывается в картине. Он хочет, чтобы все платили налоги, веря, что все поля принадлежат ему. А Соломон... А Самуил предупреждал в 1 царстве, 8, 14, 18. Самуил говорил, «И поля ваши, и виноградные и масличные сады ваши лучшее возьмет». Это когда Бог предупреждал о том, что царь будет делать. «И отдаст слугам своим, и от посев ваших из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших, лучших, и слуг ваших возьмет, и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами». Итак, он не говорит, что он будет покупать ваши слуги, он возьмет все, что вы имеете, а даст своим слугам. И потом он будет вам давать в аренду, и потом будет собирать еще налоги с вас. И Соломентьянка говорит, у тебя может быть тысяча виноградников, но виноградик мой, ты не можешь к нему прикоснуться, как бы сказать. И потом, пастуха в Соломентьянке, жительница садов. И где она раньше обитала? Она раньше обитала в дверце царя, а потом она была в новом доме своем, не хотела ничего иметь с работой пастуха, а теперь она при жатве. Бог всегда ищет жатву, и деятелей по жатве, или деятелей жатвы. И смотрите дальше как. Что он говорит? Товарищи, внимай голосу твоему, дай и мне послушать его. Я хочу услышать твой голос. И иными словами. Возвращаясь к началу, когда он хочет услышать ее голос. Если вы помните песни, 2 глава, 14 стих, когда она спала всю землю, он приходит к ней, он говорит, вставай, нужно идти. Он говорит, голубица моя и в ущелье скалы под кровом утеса. Она прячется под ступеньками, она старается спрятаться от него. Он говорит ей, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. И это также говорится о том времени в Садо-Идемском, когда Бог хотел услышать голос Адама и Евы. Каждому индивидуально хотел бы сказать, Бог хочет слышать ваш голос. Вы его дочь, вы его сын. Я верю. И Бог спрашивает, я, когда Бог просыпается, и вы говорите, Модея Аминь, и вы говорите что-либо. Поймите, что он стоит от вами, ожидая, услышали он от своих детей. Кто из бабушек и дедушек здесь хотели бы слышать голос ваших внуков? И это то же самое с Богом, он хочет слышать вас или Адамас. И как, отвечает Суламитянка? Она говорит, беги, возлюбленный мой, будь подобен серни или молодому оленю на горах Балисамических. Помните, раньше она говорила ему, чтобы он был там, на горах Биттер, это горы разделения, а горы бальземические, это значит, говорит ему, иди на гору, иди и умри на горе Мария, или Мария. Это там, где пастух отдаст жизнь свою за, жених отдаст жизнь свою за невесту. И Михаил 4.2 написано, и пойдут многие народы и скажут, придите, и зайдем на гору Господню. Это так, гора Бальземическая, в песне Писей 8.14, и в дом Бога Иаковлева. И он научит нас путям своими, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Итак, мы заканчиваем книгу Песни Писней с новым откровением. И мы будем готовы к ближнему пророческому времени, когда все мы соберемся в Иерусалиме вместе. Итак, являлось ли это как бы новым способом, чтобы увидеть, как бы Песни Писней с другой перспективы? Понятно ли это? И давайте, я сказал это, мы встанем и закончим с молитвой, и мы увидим вас в понедельник вечером, и в следующую, в пятницу вечером, в субботу, у нас не будет служения. Наш отец, наш царь, мы благодарим Тебя, что Ты любишь каждого из нас настолько сильно. Ты не только хочешь благословить нас, но Ты хочешь начертать на нас Своё имя. К Антихристу мы просто номер, но с Тобой. Мы имеем имя, и Ты желаешь благословить нас, начертав на нас Своё имя, сказал Аарон. Да благословите Тебя, Господь, и сохрани Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светом лицом Своим, и помилуй Тебя, да обратит Господь лице Своё на Тебя, и даст Тебе мир. И это самое прекрасное имя. Айя Ашер Айя. Аминь. Мы увидим Вас в понедельник вечером и в пятницу вечером. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok